В эфире телекомпании «Город» программа «Вызов принят». Здравствуйте! В студии Олеся Харли на главной теме сегодня. Не кутюрье, но заказов хватает. В селе Старолетово закрыли подпольный пошивочный цех. Недалеко уехали. Задержана криминальная троица, орудовавшая в деревне Пупкино Захаровского района. Клиент дозрел и готов освежиться. Кто слушает разговоры по душам и укладывает клиентов спать? Наш репортаж из Рязанского вытрезвителя. Люди, которые не могут себе позволить купить машину или хорошую квартиру, но хотят выделиться, доказать успешность, покупают одежду известных брендов. Тот факт, что она поддельная, мало кого волнует. Не всякий отличит, а потому рынок контрафакта процветает. На днях целый подпольный пошивочный цех был обнаружен и закрыт в селе Старолетово. Сотрудников просторного двухэтажного здания меньше всего интересовало мнение настоящих кутюрье и представителей Министерства торговли и промышленности. Помещение учится на дочке. На дочери, на вашу дочери. Вот. А эти вот граждане, они откуда? С Вьетнама. Все с Вьетнама, да? Да. Они здесь чем занимаются? Сюда, сюда, сюда. Так, я понял. Так, а в Москву возите? Ну да, если заказчики с Москвы, то в Москву возят. Похоже, сэкономили только на уборщице. Глядя на то, в каких условиях производится одежда, исполненная под маркой известных брендов, хочется плакать. На производстве работали граждане Республики Вьетнам. Как выяснили полицейские, шестеро рабочих нарушили миграционное законодательство. В отношении нарушителей составлены протоколы об административном правонарушении по статье 18.8 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Это нарушение иностранным гражданинам или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию, либо режима пребывания на территории Российской Федерации. Сейчас чиновники разных рангов анализируют, может ли помочь в борьбе с подделками инновационный метод, если, например, одежду обяжут оснащать электронными метками. Начать можно с меховых изделий, при этом традиционные карательные меры никуда не денутся. Не хочется сомневаться в системе, но есть подозрения, что при таком раскладе появятся и новые способы уйти от закона, как это бывало уже не раз. В последнее время жертва уличного грабежа может стать абсолютно любой прохожий, независимо от возраста и пола. А предметом преступного посягательства теперь служит не только дорогая сумка или мобильный телефон, но и авоська с кочаном капусты. Добычи следующего разбойника стали, например, всего 500 рублей. По данным следствия, днем 11 ноября этого года на улице сельских строителей города Рязани подозреваемый с угрозой применения насилия, не опасного для здоровья, с разницей буквально в несколько минут открыто похитил у двух 16-летних рязанок деньги в размере 100 и 400 рублей. По горячим следам злоумышленника задержали. Подозреваемому 41 год, за плечами несколько судимостей. И, судя по всему, менять образ жизни мужчина не планирует. В управлении Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков подвели итоги очередной оперативно-профилактической операции. Контрабанда, культивирование, содержание наркопритонов. Более 200 преступлений относятся к категории тяжких и особо тяжких. По сравнению с прошлым годом, количество изъятых подконтрольных веществ увеличилось в 2,5 раза. Подозреваемые давно не стесняются вместо маленьких свертков носить при себе мешки, например, с 3 килограммами марихуаны. Таким поступком отличился 26-летний житель Милославского района. Сотрудники САСовского межрайонного отдела наркоконтроля задержали 32-летнего жителя села Корнаухово, который выращивал элитные сорта конопли. В результате обыска в домовладении была обнаружена плантация, состоявшая из 80 кустов каннабиса, 12 килограммов каннабиса на стадии высушивания и 3 килограмма готовой марихуаны. Фигурант арестован. Процветанию наркобизнеса в регионе способствуют и очаги дикорастущей конопли. Оперативники ликвидировали тонны потенциального наркосырья. Также в Рязани оглашен обвинительный приговор пятерым участникам организованной преступной группы, которые наладили канал поступления синтетических наркотиков в регион и занимались их сбытом. На скамье подсудимых оказались пять молодых жителей областного центра. Дмитрий Баранов, Кирилл Ивлев, Юрий Качанов, Артем Яшуков и Илья Синьков. Напомню, что подозреваемых задержали несколько месяцев назад в разных районах города. Доставкой реагента из Москвы занимался самый молодой участник группы. Он же изготавливал конечный продукт. Второй участник взял на себя функции координатора и следил за конспирацией. Остальные поддерживали в тонусе клиентскую базу. За время следствия были допрошены около 70 свидетелей. Проведены четыре десятка различных экспертиз. Объем дела составил 21 том. В итоге участники получили от пяти до шести лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу и обжалованию не подлежит. Увы, не всегда выражение «мой дом, моя крепость» справедлива. Об этом говорит количество разбоев, когда хулиганы бесцеремонно врываются в чужие жилища, забирают ценные вещи и могут причинить вред здоровью хозяев. Задержана криминальная троица, орудовавшая в деревне Пупкино Захаровского района. Безработные злоумышленники приблизительно знали, зачем шли. Мужчины ворвались в дом к местной жительнице и, угрожая предметам, похожим на оружие, обокрали ее. Пострадавшая сумела разглядеть очертания и фрагмент номерного знака автомобиля, на котором уехали злоумышленники. Полицейские объявили план перехват. Вскоре похожая машина была остановлена инспекторами ДПС в Михайловском районе. Сами задержанные описывают события того дня, как будто ездили по рядовым делам. Кажется, раскаяния нет и следа. На момент задержания один трофей злоумышленники успели продать, второй, по их словам, отдали девушке. Грустно, когда взрослые здоровые мужики не хотят зарабатывать на свои игрушки сами. Продолжаем тему. Предстанут перед судом четверо обвиняемых в грабежах и разбойных нападениях на пенсионеров. Следствием установлено, что в декабре прошлого года, а также в январе этого года, обвиняемые совершили ряд грабежей и разбойных нападений на пенсионеров Путятинского, Шиловского и Кадамского районов. Действовали они практически по одному и тому же сценарию. Ночью на автомобиле подъезжали к домам потерпевших. Один из злоумышленников оставался в машине следить за обстановкой. Другие проникали в дома, взламывая запорное устройство. Там они требовали от хозяев передать им денежные средства. Преступники не стеснялись обыскивать дома своих жертв. Забирали алкоголь и электроинструменты. В трех случаях применили насилие, опасное для жизни и здоровья хозяев. Одна из жертв от полученных травм скончалась. Представьте, пятница. Закончилась трудовая неделя и, истосковавшиеся по отдыху горожане, длинными шеренгами едут в супермаркеты. На прилавках сырок, колбаска, разносолы, а запить все это рюмочкой горячительного нельзя. Согласитесь, для нашего человека звучит как самый страшный сон. Даже многие депутаты с пеной у рта сейчас оспаривают предложение комиссии Мосгордумы по охране общественного здоровья по поводу введения трезвых пятниц. Тут ведь надо не шашкой махать, а думать о первопричинах, почему у нас не выходит радоваться жизни на трезвую голову. Кстати, повод поднять за здравную чашу действительно есть. В уходящем году исполнилось ровно 100 лет со дня появления в России, а ряд специалистов считают, что и в мире тоже первого вытрезвителя. В такое заведение в качестве подопечных члены нашей съемочной группы не попадали ни разу, а потому как и большинство горожан мы представляли себе вытрезвитель примерно так. И каково же было наше удивление, когда вместо ожидаемых спартанских условий, жестких скамеек и суровых сотрудников мы увидели совсем иную картину. Клиенты мирно спят, подрагивают ножкой и бормочут. Внимательные сотрудницы время от времени заглядывают в окошко. Эта группа похлеще любой детсадовской будет. Поднялся один, на ногах все остальные. И попробуй объясни, что в теплой палате гораздо лучше, чем на скамейке в парке или на мокром газоне. В начале недели могут быть немножечко, там 3, 4, 5. К концу недели, к выходным дням, могут 12 и 15. Работает это заведение независимо от дней недели, времени суток и праздников. Основной идеей вытрезвителя всегда оставалось милосердие. Не дать человеку в невменяемом состоянии потеряться во времени и пространстве, проще говоря, замерзнуть зимой или угореть жарким летом. Убирать совсем медвотрезвители нельзя, потому что мы им даже здесь оказываем доврачебную помощь. Для этих целей предусмотрим процедурный кабинет. Дальше начинается самое увлекательное. По правилам учреждения спят подопечные в одних трусах, но убедить пьяного расстаться с одеждой и драгоценностями, чтобы не поранил себя и остальных, сложнее, чем отнять любимую игрушку у ребенка. В кровати подписаны, где на какой спит, там, значит, его одежда. В последнее время все больше приезжих, причем языка толком не знают, а вот права качают отменно. И родственников вспомнят, и кулаками помашут. Вот этот вот хулиган был, руками пытался, так сказать, махать. Некоторые бывают буйные, к ним применяем мягкие фиксирующие повязки. Вот товарищ лежит, привезли его, он весь, извините, в дерьме. Пришлось его мыть. Вот. Очень увлекательное дело. Работникам вытрезвителя и календарь не нужен. Чем ближе к выходным, тем больше забот. Пенсионный контингент. Мы уже знаем, что, ага, начали пенсию давать. Контингент разный. От людей без определенного места жительства до скромной интеллигенции. С кем не бывает. За порядком в палатах зорко смотрят дежурные. Под градусом каких только чудес не вытворяют. Кто на стену лезет, кто в соседей мило разглядит. Это вот у нас комната дежурных санитаров. Сижу, смотрю на монитор. Встает, лезет вот к этому, целует его. Ну, быстрее оттаскивать. Вот. А курьезный случай тоже. Ну, это давно было. Вот с этой койки подходит. Сосед говорит, подвинься. И к нему, значит, вододеяльца. И еле оторвали тоже. Вот какие у нас попадаются клиенты. Лежат они по мере, вот вывезли они, 3-4 часа. Ну, если, допустим, приезжают к нам в 9 часов вечера, привезли, ну, мы, конечно, ночью их никуда не отсылаем. Они у нас до утра. Спят до утра. Пока жены, подруги и родители, сбившись с ног, разыскивают пропавшего со всех радаров гражданина, тот развлекает сотрудников в отрезвителя. То внимание к себе привлечет, то на горшок попросится, а то и стойкость характера продемонстрирует. Значит, это самое, мы говорим, раздевайтесь, пойдемте сейчас с вами ложиться. А он говорит, а почему я с вами должен ложиться, если я вас не знаю? Вот такие курьезные случаи бывают. Но если честно, то чаще в этих стенах не до смеха. Каждый сотрудник от медсестры до санитара заслужил орден за терпение. Лаской, добром, добрым словом. Вот у вас будет сейчас возможность посмотреть, как мы работаем. На наших глазах привозят очередную пациентку, что характерно, по словам сотрудников, лучше смена с полной палатой мужчин, чем одна веселенькая дама. И сразу понимаешь, почему. Не успев выйти из машины, женщина быстро отсортировала санитаров на симпатичных и противных. Приходится говорить, как с малым ребенком. В пальто вам жарко, не хотите ли присесть? Мы сейчас все померяем давление вам. Все нормально. Слава богу. С горем пополам после долгих уговоров дама соглашается отдохнуть. Но не проходит и пяти минут, как начинается вторая фаза. Сегодня в России, по информации МВД, насчитывается около тысячи утрезвителей. И слава богу, Росстат подсчитал, что за год среднестатистический россиянин выпивает 11 литров водки и ликероводочных изделий, 70 литров пива и игристого вина и порядка 8 литров шампанского, а также виноградных и плодовых вин. Во-первых, отравленные все покупают продукцию виноводочную, отравлений бывают. Но люди будут погибать, а привезут к нам, мы же им не дадим умереть. У потенциальных клиентов-потрезвителей политика простая. Нет сухого закона, значит, пей, сколько влезет. Хоть в пятницу, хоть прямо с понедельника. В конце концов, алкоголь существует 10 тысяч лет, и как его не запрещали, что бы с ним ни делали, он непобедим. Ну, я думаю, пятница не поможет. Из того вот количества, каких к нам везут и поскольку, пятница не поможет. Что говорить, нелегкая эта работа возвращать нашим согражданам не только твердую память, но и трезвый ум. Вот кажут, вы мне приятны все, а вы-то нам как? Да? Да, да. Мы один здесь. И что немаловажно, в отличие от большинства европейских стран, у нас пребывание в отрезвителе абсолютно бесплатное. Такое было это неделя. Не нарушайте закон, не попадайтесь на уловки мошенников и учитесь на чужих ошибках. А у меня на сегодня все. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова